С незапамятных времён в одной далёкой-далёкой галактике жил мальчик по имени Волк. И снимал он прохождение по одной игре. Вернее, даже не прохождение, а обзор. Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами, как всегда, я, Волк. И сегодня мы посмотрим такую замечательную игру, как Universe Sunbox 2. Эта игра сделана для VR-очков, то есть для виртуальной реальности. Но, к сожалению, я пока что не настолько богат, чтобы обзавестись такими очками. Но когда-нибудь, когда-нибудь, когда мы с вами станем популярными, возможно, я покажу вам эту игру в VR-очках. Ну и многие-многие другие игры, конечно, которые стоили бы нашего внимания. Ну а пока что будем наслаждаться просторами космоса на обычном двухмерном экране. Но скажу я вам, что даже это очень-очень завораживает. Вообще игра, она залипательна. То есть это вот, знаете, вы пришли там с университета или там с работы, уставшие, и хотите вот отдохнуть, попить чаёк и что-то такое вот умиротворённое. Знаете, вот заходите на канал к Волгу и смотрите, как две гигантские галактики в 97... Нет, даже практически миллионы лет в секунду сталкиваются. И, кстати, замечу, что это, скорее всего, галактика Млечный Путь и Андромеда. Ну, то есть наша галактика Млечный Путь. В нашу сторону действительно летит галактика под названием Андромед, если, возможно, вы слышали о такой. И это действительно научный факт, что через... ну, совсем скоро, буквально по космическим меркам, 7 миллиардов лет она в нас врежется, да. Но на самом деле вы это даже не почувствуете, так как расстояние между звёздами настолько гигантское, что, в принципе, для галактик... галактики ничего не почувствуют, а мы уж тем более. Ни одна звезда, скорее всего, даже не столкнётся. Представляете, то есть в каждой галактике миллиарды, 200-300 миллиардов звёзд, и ни одна не столкнётся. Единственное, что действительно может столкнуться, так это космический газ, который находится между... Пыль газ, который находится между солнечными системами. Вот это может быть действительно проблема, так как если этот газ начнёт сталкиваться между собой, то это вызовет гигантский всплеск рождаемости новых звёзд в наших галактиках. Ну, что, с другой стороны, это позволит новым видам на других планетах зародиться, и в этом нет ничего плохого. Это просто жизнь. Жизнь течёт своим чередом, и она везде найдёт свою дорогу, даже в таком бескрайнем огромном космосе. Какая красота, мои дорогие зрители. Это нечто неописуемое. Вы можете почувствовать себя просто Богом, который наблюдает за развитием целых галактик. Вы видите не отдельные солнечные системы, а целые скопления звёзд. Как же красиво, дорогие мои будущие зрители. Как же красиво. Ну что ж, я думаю, что надо перейти к чему-то более земному. Представьте, вот вернулись вы домой, сидите вечерком, и что-то как-то день не задался, и... да и скучно как-то. И вы подумали, а почему бы... вот почему бы не взять... не знаю, например, не скинуть несколько астероидов на нашу планету. Вот так просто, ну... а почему бы и нет? Вот просто, почему бы и нет? Правда же, да? Да, это просто жесть, дорогие подписчики. Мы уничтожили, просто уничтожили Северную Америку. И пол Тихого океана в придачу. Офигеть просто. Просто потрясающе. Просто потрясающе, мои дорогие подписчики. Или вот просто решили вдруг... Ну так вот, ради прикола, скинуть Луну на нашу планету. Почему бы и нет, собственно, да? Посмотрите. Ох! Вы только посмотрите на это. Охренеть просто. Это что-то нереальное. Такая взрывная волна, вы... Да это же просто жесть. Представляете, какое должно быть землетрясение при падении такого объекта на Землю? Какое будет сила удара? Это же просто непостижимо. Но тут вот... Представляете, вот тут еще одна луна падает. Ничего необычного. Просто... Две луны падают на Землю. Подумаешь... Чего такого? Ну все. Кердыг к Гималайям пришел. Да, это просто жесть. Вы только посмотрите на это. Немножко ускоримся. Ту-ту-ту. Охренеть. Ну это все. Это просто тотальный армагедец пришел в нашей Земле. Там не то что выжить. Мне кажется, там уже от камня ничего не осталось. Мне кажется, вся планета это уже чисто жидкий просто металл. Жидкий камень расплавленный. Я не знаю, мне кажется, уже нашу планету можно вместо звезды использовать, в принципе. Или давайте представим другую ситуацию. Вот живем мы себе, припеваючи, да, наша солнечная система, ничего необычного. Ну вот, я не знаю, вот стала... Так, секундочку. Земля, где-то у нас земля. Стало на Земле холодно. Как-то вот, не знаю, люди замерзли, и мы подумали, а почему бы, почему бы не добавить, я не знаю, еще одну звезду в нашу солнечную систему? Подумаешь, что здесь такого, да? Вот, и я не знаю, и решили мы добавить, не знаю, вот, Паталгейзер, да. Бабах. Просто, вы просто посмотрите на ее размеры. Вот, вот просто, да? Марс, Земля, практически все планеты солнечной системы и Баталгейзер. Это же просто охренеть, она практически с половину нашей солнечной системы. Я не говорю, там, о других планетах Сатурн, там, и так далее, но... В любом случае, вы посмотрите, это же просто нереальные размеры. Почувствуйте себя карликами, просто пылью на фоне этой звезды. Охренеть, просто охренеть. Все, что мы когда-либо знали, всех, кого мы когда-либо знали, все, все находится на этой планете. На этой огромной планете. Но наше солнце неимоверно больше. В тысячи, в миллионы раз больше. В наше солнце по объему может вместиться миллион таких планет, как наша Земля. И теперь просто посмотрите вот на это. Ощущаете, да? Мы просто пыль. Как бы это смотрелось с Земли. Охренеть. Земля, кстати, тем временем уже полностью высохла. Даже не то, что высохла. Мне кажется, уже она... Немножко поджарилась. Она уже черная стала. Охренеть просто, охренеть. Насколько же здесь должно быть горячо? Насколько же здесь должно быть горячо? Давайте что-нибудь еще добавим, пожалуй. Так, что у нас еще есть? Планеты. Кеплер. Ну-ка. Так. Газовые гиганты, астероиды, луны. Объекты. Можно даже футбольные мячи добавить. Смешно. Галактики. Охренеть. Охренеть. Просто... Не-не, ну это уже слишком. Нет, давайте все-таки вернемся к Солнечной системе, потому что Галактика... Нет, это сейчас немножко не тот масштаб, на котором я хотел вам что-то показать. Вот, кстати, точно. Представляете, вот... Обычный день на земле, ничего особенного. Люди живут, пьют чай. Встали с утра, как я сегодня. А тут вдруг... Хоп! И черная дыра прилетела. Так вот, ничего необычного, подумаешь. Каждый день прилетают сверхмассивные черные дыры. И давайте просто посмотрим, что произойдет с... Вау, 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 вау. Вы только посмотрите на это. Охренеть. Просто что происходит вообще? Охренеть. Солнце, понимаете? Солнце его нахрен вообще выбросило из... Просто жесть. Просто жесть. Что там с землей происходит? Земля. С землей. Так. Ну, что могу сказать? Земля замерзла. На земле минус 31 градус. Почти минус 32. Но тут еще кто-то живет. Видите, кто-то еще пытается выжить при температуре минус 32. Я не представляю, как это возможно. Да уж. Но это немножко не тот эффект, которого я на самом деле ожидал. Я думал, что их всех засосет. Но почему-то... Давайте попробуем еще раз. Давайте на этот раз. Вы только посмотрите. Это же... Сколько здесь вообще нулей? Десять миллионов масс нашей звезды. Это же просто очуметь. Давайте, я не знаю. Не, ну в середину не будем. Вау. Вы просто посмотрите на это. Она заглатывает в себя даже свет. Черные дыры настолько гигантски тяжелые, бесконечно тяжелые, что даже свет не может вырваться за пределы ее границ. За пределы границ горизонта событий. Если кто не знает, черные дыры образуются в результате взрыва огромных суперновых звезд. Их так и называют, супернова. Они взрываются с такой силой, что буквально за крохотное количество времени, за буквально несколько секунд выделяют столько же энергии, сколько все наше солнце даже за миллионы лет не выделит. То есть даже за все время от момента рождения нашей звезды до смерти, за все это время, даже одну миллионную часть энергии не выделилась, чем та энергия, которая выделяется при взрыве такой звезды огромной, суперновой. Ну, например, как в Баттлгейзе, да, которую мы уже видели. Давайте мы ее еще раз поставим, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Вот так вот, поближе к черной дыре ее поставим сейчас. И при взрыве вот такой вот звезды выделяется гигантское огромное количество энергии. Но проблема в том, что звезда это настолько тяжелая, что она взрывается не наружу, как обычные звезды, она взрывается внутрь себя. И действия термоядерной силы, которые выделяют энергию, которые поддерживают жизнь в этой звезде, в течение ее всего периода, так сказать, ее развития, да, они прекращают действовать. И вся эта масса, вся эта гигантская масса, триллионы, триллиарды тонн, все это обрушивается в центр этой звезды, в маленькую точку. И в этой точке температура и давление нарастает до таких масштабов, что уже даже сама ткань пространства не удерживает. Атомы ломаются, даже то, из чего состоят атомы, ломаются. И протоны, и нейтроны, все это разрушается, вплоть до самых элементарных частиц, вплоть до энергии. Но и это не удерживает, и когда вот эта грань переступает, самое большое допустимое напряжение, да, когда уже даже взаимодействие, электромагнитное взаимодействие между материей прекращает нормально действовать, когда сила, давление, температура превышает скорость света и скорость взаимодействия между частицами, тогда сама ткань пространства и времени начинает прорываться, и образуется черная дыра. Вот что такое, по сути, черная дыра. Это прорыв в пространстве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok